То есть я что, рожусь взрослым сразу? Ну, с пониманием, да, практически. А за это могут казнить вообще? Могут. Могут отправить в дурдом. Родители могут убить, если решать, что ты какой-то там, не знаю, демон. И прикол в чем это там? Ну как? Ну, сохранишь память. Ну или стройся. Смотри, ты же можешь, допустим, родиться с памятью, со всем. Но стройся с себя, типа, ребеночка такого. Типа дурачка, да. В итоге отъехать, короче. В итоге дождаться, пока по возрасту тебе будет положено полнолетие. И потом сказать, родители, благодарю, ну сидите себе и хрюкайте. А я пошел развиваться дальше. Как бы родители, ну, понимаешь, это же придется жить. Ну, я даже не знаю, вообще, психологически, ты понимаешь. Да нет, ну, Ари, раньше я знаю, что люди так и рождались некоторые, да? Ну да. И что и злые убивать могли за это, правильно? Ну, смотри, нормальные в древности как бы так и рождались. Потом стало появляться все больше и больше выродков, которые не могли сохраняться. И такие были вот больные, воплощались без памяти, без ничего. Потом, когда уже пришла четвертая доля, уже где-то было 50 на 50. Потом, когда пришли христиане, они стали, как бы, считать это демоническим укреплением. И, конечно же, что необходимо сжечь так, чтобы там не осталось или какого-то кусочка тела. Плюс желательно... И убивали родителей, правильно? Родителей, конечно же. Ну. И проверить братьев. Если, допустим, те мало употребляют алкоголя, то сжечь и их. Но и в чем прикол? Смотри, то есть они говорили же как, что вина – это кровь Божья. И тот, кто как бы не берет в себя кровь Божью, является слугой дьявола. Ну, тут ебанутые они это все прекрасно знают. Значит, если, соответственно, вот есть брат, у которого ребенок помнил себя, а у него есть братья, которые, кто-то их заподозрит, что они мало употребляют алкоголя, сто процентов на костер. Или же иначе и так употребляться алкоголь, чтобы, наверное, самому сдохнуть, но чтобы уже никто не заподозрил. Подожди, я вот просто думаю. Я понимаю, что, чтобы сохраниться, нужно провести определенный экономический обряд и так далее и тому подобное. То есть там нужно под него тренироваться специально, правильно? Да. Ты в прошлой жизни делал себе такое? Я на несколько жизней как бы потерялся. Ну, так же как... То есть во время христианизации меня прибили чуть раньше, чем я это планировал. Поэтому... Ну, как и все, там же жим виднее, понимаешь? Тут так получилось, что я потерялся вообще. Вот настолько хорошо, ой-ой-ой. Ну, ладно, хорошо. Я понимаю, что это придется делать в любом случае. Просто... Гарантии, естественно, никто не даст, а? Ну, в смысле гарантии. Чьи гарантии вывезли? Представь себе, что я включусь в этот раз. Вряд и тут из костра выходит рука и дает тебе нотариальный акт. Да. А потом ты родился с ним, говоришь, вот, блин, где моя память? Просто... Есть прикол, так как у меня, с твоих же слов, уникальная ситуация. Я не хочу, чтобы мне продолжали морочить голову. Ну, не только с моих слов. Во-первых, ты сам понимаешь, что у тебя уникальная ситуация. Да. Как бы... Многие не планировали. Мою осознанность, скажем так. Знаешь, я так понимаю, что в результате я этого суда, я нахожусь вот в этом деле, в котором я нахожусь. Ну, да. И смотри, там вот сидит стребух. Ага. И сливать меня дальше, да? Сидит стребух и решает все эти дела. А за ним присутствует Матерь Слава, которая его, как бы, вдохновляет. То есть надо брать гораздо выше уровнем, чем он, чтобы его тоже контролировали, чтобы это было правильно. Правильно. Также там присутствует Славунья, его жена, в качестве секретарши. На этом делу. И они меня начинают менять, какой я не такой, да? Там присутствует Хорс в качестве адвоката фактически каждого живого существа. Я не нуждаюсь в адвоката. Не поможет. Да? По-моему, помогло. Нет, все равно он положен каждому живому существу. Ага. Сливает, то есть с двух сторон. Он перечисливает все, что этот человек сделал достойно, позитивно. Описывает, какие у этого человека... То есть я по-любому попадаю, если я стою... Описывает, какие у этого человека есть перспективы на развитие и так далее. И приходит псыглав со своим списком. И говорит, неважно, какие у него есть перспективы, я заметил, он сделал это, сделал это, сделал это, сделал это. Ари Ведерчи сразу просто. Исходя из всего, что он сделал, ему нужны соответствующие процедуры, чтобы он уже точно понимал, что... По-моему, на мою жизнь не хватило вот так вот. Не в этом дело. А также на суде... Все это будет меня ждать, если я остаюсь подвязан к родовому каналу по чакрам. А если я, допустим, ухожу в буддизм, то я совершенно иду по другой линии. Правильно? Зачем? А кто такие буддисты? Они их, кто? Я понимаю это, да. Они живут на земле. Да. Я это понимаю, что они живут на земле. Земля подчиняется своим законам. У земли есть главный распорядитель всех оставляющих тело. Стребу. Ага. И хоть буддист, хоть атеист там. Смотри, вот присутствуют эти боги. Также на суде присутствует Амад. Чудовищная демоница древности. Которая, если она слушает список псыглавов и считает, что этот человек особо грешный, и что псыглава некачественно с ним поработает, она может потреб... Или если она считает, что человека лучше не обрабатывать... То есть на базаре, короче, мы находимся. Она считает, что его лучше не обрабатывать, а перевести в разряд демонов, допустим. Ари, каждый день умирают миллионы, миллионы, миллионы человек. Как они их пропускают? Для богов это не важно. Я понимаю, что там другой временной... Но есть те, кто идут автоматом, причем большинство, правильно? Есть. Не большинство, а меньшинство. Автомат. А остальных более разбирают... Это те, которые однозначны. Те, которые однозначны, те идут автоматом. Ну да. Что их разбирать? Однозначный, святой, допустим, Прабхупада. Который, если что-то там и накосячил, то это так. Это уже дальше там законы кармы, доля с недолей, это уже другие дела. Но он святой, он создал учения после его деятельности. Миллионы людей перестали есть трупятину, стали хоть кое-как, хоть полу не так, полу не сяк, но прославлять Всевышнего и думать о нём. Всё святой берёт. Ну, стали под нормальные каналы, короче, энергоинформации. А есть, допустим, какой-нибудь там Чикатило или ещё какая-то такая зараза? Ну, допустим, Чикатило. Ну, что, однозначно ничтожество. Ну, за ним приходит как раз вот психлаб, правильно? Или он может его даже установить, что он его не хочет ходить, а однозначно автоматом его направляет туда. Понятно. Ну, ладно, давай дальше. Надоело они уже. Ну, а закончим всё-таки это просто. Не, это мы будем... И вот, значит, этот суд сидит Амад Накарва Анжур, который может грешника забрать под свою пеплю. То есть отработать его под себя, чтобы он там... Ну, чтобы он или есть в ужилках демон, или отдать его Чернобогу, чтобы он там был демоном. Ты... Вот такая большая вселенная. Чернобога до какого-то там мусора есть, когда там тысячи и тысячи... Ну, чего, она же не будет по одному этого мусора Чернобога носить. Она их там псовками, да? Ну, около того. Сразу в пищу, короче говоря, чисто. Не, не в пищу. В зависимости от качественности. Или же она может так один раз обработать, что это заменит обработку псоглава там на протяжении тысячи воплощений. Ну, ладно. Ну, как бы... В древности она очень сильно воевала с Порном. Очень у них там сильный конфликт. Поэтому она любого арабоча рада обрабатывать с собой качественностью. Это, как бы, ее личное... Дальше. Там на суде Стрибога присутствует сон богов. Ряд, да? Сон богов отчасти определяется ситуативно. Это присяжные. Ну, то есть, смотри, вот Всевышний, как Творец Вселенной, как тот, кто всем занимается. Дальше астрологические боги. Там твой духовный отец, там какие-то духовные покровители. Их может быть от одного до неограниченного количества. Дальше ты живешь на Украине, там, на этой планете. Значит, соответственно, планетарные боги и боги местности, боги народа, в котором ты живешь. Кто это? Боги местности, боги народа, примерно. Ну, если берем планетарных, то там и земли бог, и земли богини, и Дона, и Дана, и Верест. Если наши народы родные боги, то здесь Истанбог, здесь Кейзи, Чек, здесь тот же самый Русс и еще ряд других богов. К ним ко всем есть обращение, ословление? Есть. Хорошо. Это правда? Дальше. Присутствуют те священнослужители, те князья и духовные учителя, которые должны были вести человека к свету. И наставления которых человек должен был исполняться. Присутствуют по принципу высшей иерархии. То есть, если человек, допустим, 40 лет учился у волхва, а потом перешел в культ Истанбога, и всего лишь там пробыл месяц, то его будет, как тем, кто вам будет о нем говорить, это будет тот жрец, который в этом культе его вел. Если же он перешел, допустим, в рахманскую традицию хоть вообще на день, или, по крайней мере, знал о том, что такая есть, получал хоть какие-то данные из рахманской традиции, соответственно, представитель рахманской традиции как высшая иерархия. Потому что если там культы богов, это культы богов, то рахманская традиция, это непосредственно иерархия от рап. Ну, вот где-то так. Ну, обычный будет, короче, взвешивание за и против, да, и, естественно... Не за и против, а с одной стороны берется ложное эго человека, а с другой стороны берется перо истины. Ну... Если у человека ложное эго, которое тяжелее перо истины... То есть, у Гитлера, например, да? Угу. Шизофрения. Ну, условно говоря, да. В общем, если ложное эго тяжелее перо истины, то человек признается однозначно виновным. Но... Но это, по сути дела, не особо что-то решает. Его за это меньше или больше жарить не будут, просто его переводят на порядок ниже, чем он был в прошлой жизни. Он его просто в более суровые условия ставит? Да. Понятно. Если же наоборот? Ну, соответственно, наоборот. В более высшую планету, да? А если у меня есть дела на этой планете, конкретные, которые я хочу завершить? Можно и на этой планете в более высшую какую-то среду попасть. Зачем мне высшую? У меня есть четко предназначение. Значит, приходишь, да, и говоришь, стрибок хочу выполнять. А если я ему не верю? Ну, смотри, здесь есть один очень важный аспект. Во время смерти, как и во время родов, присутствуют очень сильные перетрансформации тонких тел человека. То есть, могут вылететь некоторые кластеры у меня с головы, да? Да, то есть, когда ты придешь к стрибоку, ты можешь даже не помнить кто ты, что ты и что ты делал. Ну, не получится со мной, видишь, я до сих пор помню, как будто с информацией. Я сейчас говорю даже не столько за тебя, а вообще за саму. Вообще, да. Ари, а если я ему не верю? Я это выражаю конкретно, потому что я знаю, что у меня... Ну, вот я тебе сказал, как я думаю, понимаешь? Ну, потребую, чтобы тебя Сагар осудил. Кто? Соответствующее воплощение Всевышнего. То есть, есть такие нюансы, которые... Смотри, до Кали-Юги с огромным судьей был Сагаром. Ну, то есть, понимаешь, просто... На Кали-Югу он отдал эти права стрельбов. И с тех пор Вий стал распорядителем умерших. Вот, я не хочу, чтобы второй раз к нему же... Слив. Слив был. Слив. Так, пожалуйста, ересь, ересь. Я вижу, что получилось. Итак, как его египтяне называли? Кого? Хорс. Гор. Правильно. Как его индусы называют? Ой, вот это взрослый вопрос. Не знаю. А я, между прочим, сегодня несколько раз говорил. Не помню. Ну, повтори, пожалуйста. Он не будет, по-моему, для него это просто новый мир. Понимаешь? Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари. Вот это ты повторил? То есть, Кришна это хорс? Нет. Хари. Хари. А, Хари. Хари. Ты же не социализировал на это внимание? А не знаю. А Кришна кто это? Стребух. То есть, Хари Кришна, отец и сын? Ну, да. Все, теперь я это знаю. Понимаешь? Теперь эти личности просто... Как его греки называли? Я не говорил. А, сейчас я тебе скажу. Ну, того, кого Зевс убил, как его? Кронос? Да. А как они его сына называли? Зевс? Ну, какого? Аид, Зевс, там еще... Нет, я имею в виду Хорса. А, Хорса... Хорса они называли Хронос и отождествляли, в принципе, с тем же. Но еще Хорса они называли Харон, как перевозчик загробный мир. Да. Хорон, да. Я забыл. Я это... Ты не говорил об этом, да. Ну, вот такие справа. В частности, по Хорон, это то, что случилось после того, как человека перевезли в загробный мир. Ну, это вниз, в загробный мир, правильно? Ну, да. Вообще, как бы, загробный, это условная цель, мне тоже. Это как... Вот смотри, у Windows есть BIOS. Знаешь, что будет? Конечно, прошивка основная. Вот. И как бы из BIOS запускается Windows. Но если тебе надо какие-то системные перенастройки, ты можешь запускаться через BIOS. Да, но я все время. Вот та мерность, в которой царствует Стрибок и в которой он решает судьбу, это BIOS-реальность. Если реальность – это Windows, то то – это BIOS. Ну, понятно. Это там, где программисты вселенной программируют шо, как и кузя. Тем не менее, лозунг недоверия я имею право выразить, да? Попытайся. Ну, я уже выразил. Не факт, что тебя кто-то будет слушать, конечно. А, ну, ты уже понимаешь, как бы есть определенная аргументация, которая... Нет, смотри, это твое право. Ну, я понимаю, да, что... Каждый человек имеет право развиваться, делать правильные вещи, глючить и делать, что он хочет, пока это не нарушает свободу других живых существ. То есть, в отношении самого себя я могу провести определенного рода эксперименты, и на основании определенных аргументов и фактов я могу рулить, стараться ситуацию в нужное мне русло, не только мне, а, ну, ты сам видел, в чем прикол. Посмотрим, хорошо. То есть, как бы, ну, это надо быть в определенной базе знаниями, правильно? Угу. Ну, ладно, мы будем все-таки, мы не завтра умираем, так что, ну, умираем. Как ты понимаешь вообще само слово Бог? Энерго, информационная... Вообще, Бог это все, это мироздание для меня. Бог это все полностью, целиком, вот, как тебе сказать. В общем, физический термин другой. Это высшее осознанное, но общественное существо. Ну, это как Ра, это и есть Ра, правильно? Нет, Ра это Всевышний. И в древности вообще считалось оскорблением называть его Богом. Почему? Он Бог Богов, в крайнем уже случае. Угу, понятно. Его термин это Всевышний, его имя Ра. А Боги это, ну, как прослойка такая, могущественных существ. А Манава это среднее, то есть Высшие это Боги, Манава среднее, и Демоны это... Манава среднее? Манава среднее, ну, среднее, ну, человекообразные живые существа. Ну, так и в телевизоре, Манава среднее, да, получается? Что в телевизоре? Ну, настойка. И где-то я встречал, что Манава, это среднее. Не Манава, а Манава. Манава, ну, корень всего... То есть Манович. Ну, Ман, Ас, это... Как перевести? Ясное сознание. Ясный человеческий ум. Что тут происходит вот сейчас? Лазают твари. Меня просто грызут там. Они мне так и не показывают, что у тебя непосредственно в череп сума-то. Они... Ну, ты видел тогда, что было приспособление, да? Ну, сейчас у тебя чалма из них. Из червей вот этих. То есть не видно, да? Ну, как я... То есть их-то можно увидеть, но через них я не вижу, понимаешь? И у меня нет рентгеновского зрения. Я понял. А согнать это как-то можно вообще как-то там что-то... Буловой там... Будем пробовать. Просто я хочу знать, что вот ему аж до сюда, аж до уровня глаза. Все, возвращаемся к этому. Давай. Ну, короче говоря, как бы, понимаешь... Ты же понимаешь, что все относительно, да? И может у нее... Ну, а если их развели, вот учитывая то, что... Ты же понимаешь, вот, законы, которые ты говоришь, что они сейчас, они вообще абсолютно не работают. Они могут работать только в культуре. Когда старшие, лучшие, младшие... В этих законах, правильно, нас? Правильно. Ну, вон, в интернете есть осколки ведических знаний. Ну, абраганда, как и ваше. В принципе, Верес с радостью это покажет, скажет, вот, мы, никто, никаких знаний никто не скрывал. Мы все сделали, чтобы люди могли развиваться. Вот данные были. Но люди были настолько деградировавшие, что им не хватило ума эти данные собрать и понять. Ну, вот, допустим, вот у меня сложилась ситуация, такая, как она сложилась. И я в этом начал рыть и так далее. Ну, да, 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 да. А другие люди, они, ну, скажем так, вот их держат вот в этом, вот, круговороте, понимаешь? Это их проблема, что они сами не вырываются. То есть это их карма и... И с них с радостью спросят боги за то, что они нарушили. Да нет, их просто заново переселят, и они дальше будут крутить свои педали, правильно? Ну, да, бессмысленно в этой белков колесе. Я понимаю. Но, тем не менее, христианство пришло на наши земли и уничтожило полностью возможность вообще обучаться этим законам и просвещаться каким бы то ни было путем, правильно? Ну, относительно. Христианство будет нести за это какую-то ответственность? Ну, это обязательно. То есть неважно сейчас. Смотри, христианство же рахманскую традицию не уничтожило. Ну, рахманская традиция не выполняет свои обязанности, правильно? Ну, вот. Но все равно. У меня же... Моя возможность осуществилась, что я нашел реально правее слава, изучал веды и все остальное. Ты этого хотел. Да. Поэтому и я, как бы, свидетель и понимаю, что если человек что-то хочет, если он готов конкретно этого добиваться любой ценой, то он этого добьется. Если человек думает, принесите мне веды на тарелочке с золотой каемочкой, а я подожду и скажу, а вот вы мне этих еще, на которые там тарелочка побольше... Ну, это для тарелочки, вон, Хиневич там раздает. Ну, вот. Вот так, как вообще, там, оттуда Пентагон просто, с этих век. Выкинь его вместе с Пентагоном. В общем, неважно. Тем не менее, создана такая ситуация на максимальном уровне, чтобы не дать возможность нам обучаться, правильно? И законы не соблюдаются, и все наматывают на себя, как нитку бобина наматывает, карму, правильно? Хорошо, с Пятого закона мы закончили. Четыре ты назвал? Я назвал четыре, чего нельзя делать. Да. Вернее, четыре, я назвал только три. Да, ну, может быть. Перечисли их, пожалуйста. Не отдурманивать себя, не вступать в половые отношения с выдрами всякими, и не отдурманивать, не вступать в час. Первое, не убивать и не причинять вред. А, не убежать кого-то там, да. Не убивать и не причинять вред. То есть, соответственно, то, что мясо, это тоже сюда входит. Ну, пауков, ты говоришь, можно убивать. Ну, пауки, это отдельная категория. Пауки, в телах пауков воплощаются только те живые существа, которые настолько падшие, что пока его кто-то из высших существ не убьет, он дальше не воплотится никем. Он может миллиард лет воплощаться пауком. Представляешь себе такой идиотизм? Потому что если в теле даже той же моли, или в теле мухи, которую сожрал паук, у живого существа есть хоть какая-то возможность переключить свое сознание и захотеть воплотиться, например, тем же пауком, или человеком, или кем угодно, кого она видела, кого она хоть как-то понимала, то у паука такой возможности нет. Нет. Тело паука так влияет, что это существо может только думать о паучьей форме жизни и только в этом контексте воплощаться. Ну, да, он его там... Один раз попав в тело паука, можно миллиарды лет воплощаться без любого просвета. Пока его кто-то не убьет, он так и будет мучиться. Но вообще это нежелательно. То есть первая основа, никого не убивать, то есть недопустимость нецелесообразных убийств и причинения вреда. Нецелесообразных, то есть... Недопустимость самоодурманивания, вторая основа. А как бы то, что нельзя... То есть бухло это же тоже самоодурманивание? Ну да. Третья основа, то что там... Ты вообще сказал, что с выдрами не вступать в половой контакт. Ну. Но это как-то уж слишком, потому что смотри, ведь и так понятно, что с енотами, выдрами, харьками... Не, ну я понимаю про энергообмен и прекрасно понимаю, что все равно, что ты свою энергию мешаешь с чужой, а там она может быть такая намешанная. Ведь ты в выдры даже не влезешь туда никуда. Ну все, ты опять включил свою вот эту пластинку. Я так сказал, от фонаря. Выдры это... Ну, просто такие... Короче, проехали. Ну, личные животные. Три, да, хорошо. Три назвал. Говори, четвертое. Недопустимость лжи. А, ну потому что правда это и есть основной ключ к праве. Правильно? Если человек его лгет, его сознание ухудшается. Ну, забивается мышцом просто. Его память... Стирается. Да, я знаю это, я знаю. Я это знаю четко. Да, и... То есть как бы даже... То есть получается, когда человек лжет, ему вот эти вот все враги подсказывают... А если не договаривают? Секунду. Ему вот эти все враги подсказывают, что... А чего бы не солгать кому-то так якобы в жизни вегче, так якобы там то-сё. Но на самом деле, когда человек лжет, он сам себя уничтожает. Ну да, стираешь, ты просто как в сознание кидаешь мусор просто. Да, или как... Ты сам себя запутаешь. Ломка алгоритмов. Да, представь, если ты возьмешь, допустим, на диске C в системе, возьмешь в произвольном порядке, начнешь перемещать файлы, системные файлы. Да, да, я все понимаю, как она работает. Все, четыре. Теперь что нужно? Не договаривать? Чего бы нет. А манипулировать? Ну, то есть скрывать правду. Ну, смотри. Вот, допустим, надо было одним людям зайти на определенную территорию, которая охранялась. Охранник был свой, ведающий с рахманской традицией, все как положено. Он их пропустил, все нормально, они ушли. И приходит, в конце концов, начальник проверить. Он говорит, пока я здесь сидел, никто не проходил. А он как? Он сначала свое стуло поставил ближе к окну, ну, старушки вот так. И сидел, пропустил их, так, все. Потом он стуло переставил в другое место и сидел там. Ведь начальник его не спросил, а вообще никто ли не проходил. Короче, наебывать можно нам, понял? Ну, то есть, если грамотно все это нужно. Да, грамотно наебывать нам. Во-первых, о половом контакте здесь не шла речь. Опять ты начинаешь. Опять. Я не говорил ебать кого-то, я говорил бюри. Ну, как, не так я сказал. Это другое слово совершенно. Я его употребил именно в том контексте, в коем оно создано вообще. Понимаешь? Это болезнь. В сленге. Ну, не важно. В общем, мы поняли. Лгать нельзя. Не наводи на меня магию вот эту вот. На меня это по барабану. Оно, видишь, не работает. Все хорошо. Ничего хорошего не вижу. Все хорошо. Хорошо. Не убивать. Ты видишь, сам знался, что все хорошо. Это эти черти в меня залезли и меня заставили, да. Ну, все. Все хорошо. Карате. Нету карате. Есть. Короче, хорошо. Ты назвал четыре. Можем повторить. Дальше распространение истинных знаний. То есть, являться проводником, да? Да. Дальше размножение достойного потомства. Дальше развитие сознания. Дальше любая посильная помощь всем окружающим. Все. И девятая основа, то есть, как цель этого всего, направление своего сознания грамм. Ну, понятно. Понятно. То есть, как бы мы, когда будем писать, мы прям оба начнем с того, что это будет как... Это основные каноны бытия, да? Девять основ духовного развития. Девять основ духовного развития. Понятно. Хорошо, поехали дальше. Благодарствую. Ты будешь, Дарь, уже ехать. Мы же приехали. Подожди. Великий Бог, то есть, рамка. То есть, еще раз повтори. Что такое рамка? Идея? Все. Чего ты на меня смотришь? Я думал, он мне сейчас пак покажет, короче. Да. Его. Его не покажу. Я его держу в чистоте и сохранности. Ну, все, хорошо. Орден Сутулово тебе за это. Так, это сварок. Вырезы. Так, сварок, да, это у нас? Насколько я помню. Частось, мы так. Да, и так. Мы в рамке были. А там звезда опять в одну сторону. Ну, последний картин. Что поделать? Вот это кто? Это руна волк, да? Или волк вверх ногами. Что это за руна? Сначала надо задать вопрос, из каких она рун. Потому что, если это славянская, одно и скандинавская, другое. Дальше. Славянских рун, как таковых, нет. Есть разные виды славянских хронических систем. Ну, они в письме, не в стене. Ну, я понял. Поэтому тоже, из какой именно из них?